Была Римская империя. Монеток не было серебряных. А значит, Библия врет. Таланты ходили, брусочки золотые. Таланты, таланты. Это... Послушай, ну вот, послушай. Ну вот. ...серебряная монета, что согласно современной фальшивой истории... Фальшивая история. ...серебряников хотя бы потому, что 2000 лет назад на Ближнем Востоке не хотела серебряная монета. Что согласно современной фальшивой истории, на территории Римской империи, которой никогда не было, а была совсем другая империя, монет вообще не было, а есть только единицы, были таланты. Таланты. ...серебряные монеты появились в обороте только в самом начале... Вот что говорят. Тихо. Громче. Кому-то потребовалось состарить события на тысячу лет. И это уже само по себе говорит о нечестивости тех, кто писал эти Евангелия, и о тех, кто утверждал их истинность. Ведь христианские соборы утвердили только 4 Евангелия из почти 30. Почему нет Евангелия от самого Иисуса Христа? Ведь он был очень образованным человеком. Свободно читал Тору на древнеиудейском, которого в то время не знали многие иудеи. А ведь Иисус Христос не был иудеем, когда говорил о том, что Он послан только к погибшим овцам дома Израилева. Ведь если бы Он был иудеем, то был бы Сам одним из погибших овец, которых Он пришел спасать. Согласно Новому Завету, иудейский риот выдал Иисуса Христа иудейским стражникам своим поцелуем. Но почему-то...